И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на канал Ингвар Плей, и добро пожаловать на очередной обзор. И сегодня мы снова рассмотрим журнал, а именно журнал Трансформеры по мультсериалу Cyberverse. И он появился раньше, я думал будет в декабре, но нет, в ноябре. В общем, очень неожиданно, что здесь у нас фигурка Decepticon, не автобот. В общем, начнем все рассматривать поближе. Значит, это первый выпуск 2020 года, это у нас журнал за декабрь, январь, февраль, то есть у нас зимний выпуск, цена 3,5 евро, без изменений, это очень хорошо. Вот такой у нас журнал на обложке Optimus Prime и Bumblebee, и фигурка Sharkwave. Очень я удивился, что Decepticon, обычно автоботы и автоботы, а Decepticon очень редко, но я очень рад, что он, и выглядит он очень интересно. И он по мультику Cyberverse, конечно же. Сзади сразу же покажу у нас реклама второго, так сказать, мультика Ледяное сердце. Да, но в общем, давайте мы будем раскрывать это дело, рассматривать. В общем, блин, я надеюсь, что меня журнал очень порадует, потому что фигурка меня очень порадовала. Вот, видимо, здесь ничего не надо ему вставлять, просто фигурка и всё. Так, журнал я вытащил, будем вот в таком виде рассматривать. Упаковочка вот такая, очень яркая, красочная упаковочка, жёлто-голубенькая. В общем, давайте мы его вытащим наружу, очень аккуратненько, ничего не сломать. Так, здесь я проламываю, прорываю, и давай-ка. Потому что, когда я открывал тачку, я там немножко мучился. Да, здесь ничего не нужно ему делать. Вау, вау, ну он выглядит интересно. И как бы, в общем, Shockwave и Shockwave, ну, в таких цветах фиолетовых, естественно, потому что он такого цвета в мультиках. В общем, глаз у него один, естественно, жёлтого цвета, голова такая интересная. Постарались, постарались. Десептикон-знак, само собой, имеется. Ноги, ну, такие, как бы, простенькие, но он на них сможет нормально стоять. И сзади у нас имеется вот такой, как бы, как приборчик-неприборчик. Он, естественно, не снимается. Это, так скажем, не знаю, пылесос, что ли, у него здесь вставлен. Вот, и как бы рука шевелится, всё-таки шевелится. Это у нас такая, как бы, ну, не резиновая, полупластмассовая резиновая, как бы, трубка. Вот, в общем, артикуляция, как бы, голова у него не шевелится, туловища нет. Руки у него в 360, как бы, нет, не шевелятся. То есть, по-другому у него здесь вставлено. То есть, это тоже у него вот так же будет. Ну, в общем, можно вот такую позу сделать, он будет стрелять, только очень аккуратно, потому что, в принципе, можно сломать. Но фигурка мне очень нравится, и ноги у него, естественно, артикулируются, шевелятся. Ну, в общем, можно какую-то боевую позу принять. За шок в его большущий плюс. Пока его в сторону. Но что же мы сможем сказать про сам журнал? Давайте рассматривать. Обложка мне нравится. Оптимус, Бамблби, в принципе, главные герои. Но, в общем, открываем первые странички, и что же мы видим? Здесь там нужно разукрасить Мегатрона. Он, как бы, сделан в версии G1 примерно. Это хорошо. Разукрасить. И какое-то уже, в принципе, задание нужно сделать. Это хорошо. Дальше у нас встречает нас Оптимус. То есть, получается, представляет себя. И, видимо, приупреждает, так сказать, рассказывает, что же будет в журнале. Хорошо. Начало мне нравится. Опа. Такая тема, в принципе, в журналах трансформеров часто встречается. Как бы, по твоему мнению, кто сильнее, Автобот или Десептикон? В нашем случае, Оптимус Прайм или Мегатрон. По десятибальной шкале нужно оценить. Ну, я, в принципе, это так, для интереса делаю. Да, но, в принципе, они оба сильны, мощны. И, как бы, тут уж будет, да, немножечко сложновато оценивать. Странички, в принципе, гладенькие. Но, как я понимаю, дальше пойдут не гладенькие. Тут у нас идут задания. Дальше, наконец-таки, одни задания. Пока что рекламы я не вижу. Но, видимо, будет. Тут у нас нужно тайное послание. Так сказать, разгадать. Хорошо. Лабиринтик. Лабиринтики мне нравятся очень хорошо. Разукрасить Оптимуса Прайма тоже хорошо. И найти настоящего Оптимуса в виде фуры. Тоже хорошо. Задания мне нравятся. Все прекрасно. Да, странички уже не гладенькие. Вот, начиная с этой. У нас пятая часть комикса. Конечно же, в комиксах задания не имеются. Но комикс сам почитать можно. Естественно, все на литовском языке. Потому что живу в Литве. Язык литовский. Да. Вот, комикс. Он, я вижу, не маленький. Не маленький у нас комикс. И здесь он у нас заканчивается. И нам говорится, что вторая часть будет у нас, так сказать, дальше в журнале. Хорошо. То есть, здесь комикса тоже немало. Это как бы, в принципе, с одной стороны плюс. Очередной плюсик. То есть, помочь нам странсформировать Старскрима, так сказать, в самолет. Да. Вот так пройдем. И это, так скажем, такая а-ля трансформация. Хорошо. Интересная идея. Лабиринтики. Такие лабиринтики мне нравятся. И надеюсь, он будет не легкий. Потому что легкие лабиринтики мне очень мне нравятся. Как бы раз, два и все готово. Это, я как понимаю, задание, вот я даже не знаю, на одного или для двоих. Да, для двоих я уже увидел. То есть, с другом играть. Но я такие темы не очень люблю. Потому что это занимает место. Здесь можно сделать задание для одного человека. И это можно, в принципе, и отдельно было сделать. Но они решили в журнале. Ладно, хорошо. Но потом я прочитаю. Просто для интереса. Видимо, здесь задание не просто, как бы, не просто игра, а еще лабиринтик, так сказать, как бы, как игра с заданиями. Либо анекдоты рассказать, или еще что-то сделать. Тогда хорошо. С другом будет интересно играть. Дальше, о, плакатик очень хороший. Здесь у нас логотипчик Transformers Cyberverse. Уже с 2020 год, так сказать, напечатали здесь Optimus, Windblade и Bumblebee. Плакат очень хороший. Это лайк, естественно, заслуживает этот плакат. Дальше переходим. Найти товарищей, друзей. В принципе, это очень легко. Все понятненько. Все они здесь есть. Просто пометить галочкой и все. И, в принципе, заодно можно таким образом вспомнить, кого как зовут. То есть, ну, обычное, простенькое задание. Переходим дальше. Опять задание. Это очень прекрасно. Нам, видимо, нужно по теням определить, кто есть кто. Да? То есть, ты имеешь, вот, например, Megatron. Его зовут Megatron. Найди его тень. И, видимо, позы нет. Такие же самые. То есть, писать имена. Это задание очень хорошее. Проверить, насколько ты знаешь, например, 10 иконок. Это очень хорошее задание. Переходим дальше. Дальше продолжение комикса. Это уже шестая часть. Тут мы уже видим Megatron. Мы видим Bumblebee. И Optimus еще встреча. Да и других автоботов. И, видимо, 10 иконов. Хорошо. Дальше. Комикс у нас, естественно, продолжается. То есть, здесь у нас немаленькие комиксы. Так сказать, не на одну секунду. А как бы нужно читать, читать и читать. И вот вторая часть тоже нужно читать и читать. Вот. То есть, хорошо. Дальше у нас идет другое задание. Справа нам нужно найти 10 отличий. Эти задания мне очень нравятся. То есть, вы можете сейчас на паузу поставить и попробовать найти 10 отличий. Я потом это сделаю. Одно уже вижу. Но эти мне задания очень нравятся. Это очень хорошо. Переходим дальше. Здесь, видимо, да. Насколько ты, так сказать, хорошо запомнил и правильно прочитал текст. Еще что-то. То есть, здесь нужно правильно отметить, правильно вписать. Ответы здесь есть. Вот. То есть, такие задания тоже мне нравятся. Как раз заодно можно проверить, как ты внимательно ли читал, хорошо ли запомнил. То есть, это тоже, в принципе, большой плюс. Я пока журналом даже очень доволен. Опачки. Здесь тоже задания. Я вижу, здесь все пропорционально они сделали. То есть, достаточно комикса и достаточно заданий. И еще хороший плакат и фигурка. Вообще супер. Здесь нам нужно найти все имена. И здесь у нас одни автоботы. Вот здесь нам нужно найти все имена. Это хорошо. Дальше нам нужно, видимо, по какой-то подсказке определить, про кого это говорится. И опять такой лабиринтик. То есть, Бамблби должен дойти до Мегатрона. И, видимо, его победить. Хорошо. И все. И на этом журнал заканчивается. То есть, здесь у нас встретилась только одна реклама. Не как в тачках. Это большущий плюс, что здесь всего лишь одна реклама. В тачках реклама достаточно и очень много лишней. Вот здесь я очень доволен. Плакат обалденный. Мне нравится. Дальше здесь имеется, так сказать, поровну заданий. И их не обидно. То есть, как бы, заданий много. И есть, как бы, немало комиксов. То есть, есть что почитать. И, как бы, есть очень даже интересное задание для друзей. То есть, не просто взял, поиграл на 2 секунды и все. А еще можно, например, если проигрываешь, так расскажу анекдот. Если попадаешь на эту клеточку или еще что-то сделать. То есть, вообще, задание для двоих тоже интересное. В общем, вообще, журналом я доволен. 10 из 10. Фигурка прекрасная. То есть, я вам рекомендую такой журнал брать, если у вас будет продаваться. Все. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам все понравилось. Потому что мне лично да. Не жалко было это покупать. Так что, увидимся в новом обзоре по журналам. Так что, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал IngerPlace. Пальцы комментируйте. Рассказывайте своим друзьям. Чем больше нас, тем лучше. И увидимся в новом видео. Всем пока.